Привет! Первая мировая война это одна из самых сложных тем ЕГЭ по истории, но мы попробуем в ней разобраться быстро и самые основные моменты проговорить. Поэтому смотри этот видосик, фиксируй эти самые основные моменты и я думаю мы во всем разберемся. В общем и целом, давай смотреть. Причины Первой мировой войны. Почему она сложилась? Во-первых, во-первых, на протяжении второй половины 19 века складывалась система враждебных союзов и блоков, то есть противоборство стран в Европе. Дальше. Например, Германия, вот мы смотрим, стремление империи к территориальной военно-политической экономической экспансии. Германия вообще не успела к разделу колоний и поэтому, когда объединилось единое государство, поняла, что ее оставили за бортом вот этой колониальной истории. Что хотела, собственно, Германия? Получить колонии, да, и свое новое место вот в этом прекрасном мире. Борьба за сферы влияния и рынки сбыта, потому что, собственно, стало понятно, что производить мы уже научились, теперь надо куда-то это продавать. Давайте теперь подробнее рассмотрим. Франция и Германия еще с 70-х годов 19 века, устроив войну, где Франция проиграла, боролись за Эльзас и Латарингию. Это раз. Англия и Германия. Господство на морях. Германия не давала покоя тот факт, что Англия это ведущая морская держава. Между Россией и Турцией, ну, Россия и Турция, русско-турецкие войны, их было больше 12 штук, и все это понятно за господство на Черном море, за контроль над проливами Боспор и Дарданеллы. Между Россией и Австро-Венгрией, ну, собственно, Балканы, балканский вопрос, потому что Дунайские княжества и, в общем и целом, территории, на которых могли проживать много славянского населения, это прям под брюшье Австрии. И Австрии это совсем не нравилось. Между Россией и Германией. Во-первых, Польша. Это польский вопрос. Ну, а во-вторых, это нарастающая немецкая машина в Европе, плюс таможенные войны 19 века. Очень сильно этот вопрос обострили Балканские войны. То есть, когда к началу 20 века Османская империя, то есть Турция, ослабла, да, соответственно, в 1912-1913 году на Балканах вот эти страны, которые зависели от Турции, начинают, собственно, поднимать голову и бороться за независимость. Соответственно, с начала Балканские войны, там было два этапа. На первом этапе эти страны объединились и побороли, наконец, Турцию, а на втором этапе Болгария решила, что она будет лидером всех славянских народов и потерпела поражение от Объединенной Гресы и Сербии, которые решили, что не хотят, чтобы Болгария была вот этим объединителем Балкан. Вот на фоне этих неспокойностей складывается Первая мировая война и складывается она, конечно, исключительно парадоксальным, да, странным образом. Как вот, смотрите, убийство Всараева наследника Австро-Венгрии Франца Фердинанда сербским националистом. Ну вот, соответственно, когда в Сараево серб убивает австрийца, а ты англичанин должен умирать, да, где-нибудь во Франции, вот, спасая непонятно что. В общем, Первая мировая война была немножко парадоксальной, да, в общем, мы все знаем, что повод к этой войне, это как раз июнь 14-го года, убийство герцога Франца Фердинанда. Тут страны начинают объявлять друг другу войну, Австро-Венгрия объявляет Сербию войну из-за того, что Сербия не дает расследовать, да, это преступление. Россия начинает мобилизацию, Германия требует, чтобы Россия прекратила мобилизацию, ну, Россия, конечно же, не прекращает, поэтому август 14-го года Германия объявляет войну России. Война Первая мировая носит характер мировой, тотальный, да, то есть фактически 38 государств приняли в ней участие, мобилизовано было 70 миллионов человек, цифры погибших это до 20 миллионов человек примерно, соответственно, и 4 империи, то есть Первая мировая война, как кладбище империи, 4 империи прекратили свое существование. Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская, то есть эти империи распались. Мы на щелчке уже говорили о том, как складывались эти блоки, соответственно, Антанта и ее союзники, вот ключевые три страны, Россия подружилась с Францией, Франция подружилась с Англией, Россия через Францию подружилась с Англией, вот три основные страны Антанты. Тройственный союз Германия, Австро-Венгерская империя, Италия, ну и затем с ноября 14-го года Турция и также Болгария. Какова была идея? Идея заключалась в том, что Франция и Россия одновременно наступают на Германию с двух сторон, как вы, наверное, на карте представляете, что Россия восточнее, собственно, Германия, а Франция западнее, да, и быстро громят немцев и Австро-Венгрию. Ну вот, у Австро-Венгрии на тот момент большая часть, собственно, армии, и если получается быстро ее разгромить и выйти прямо в Германию, то война быстро закончится. Такая была идея. Ну а генерал фон Шлиффен предложил план в логике Блицкрига, молниеносной войны, когда они быстро, молниеносно ударят по Франции, а потом по России, в общем, выведут из войны, скажем так, ключевые силы быстрее, чем будет закончена основная мобилизация. Как вы понимаете, планы вот этих сторон не задались, что называется. Компании, и мы сейчас их рассмотрим по годам, я сразу скажу, что мы будем рассматривать ровно то, что прям гарантированно может вам попасться в ЕГЭ и не больше, да, то есть цели прям полностью всю войну разобрать вообще нет. Соответственно, компания 1914 года, что хорошего было? Хорошее было то, что активные действия российских войск посадят союзников от разгрома, и планы Германии быстро всех выщелкнуть из войны не удалить. Однако, однако, смотрите, давайте просто разберемся. Северо-западный фронт. Почему западный, собственно, фронт? Тут тоже, думаю, ясно. Первая армия Ранненкамп разгромил немцев, вторая армия Самсонов. Самсонов не смог соединиться со второй армией и застрелился. В итоге, из-за этой ошибки, собственно, на первом этапе войны, 1914 год, русская армия терпит поражение. Поэтому, если вдруг вы увидите две армии, и будет Российская империя, и там что-то Германия, не Франция, да, то, что несколько армий у нас во время нашествия Наполеона объединялись. Ну вот, если вы увидите несколько армий, и одна армия, да, вот эта армия Самсонова будет, или там будет написано Самсонов, это точно Первая мировая война, 1914 год. 1914 год, это еще и Галицийская операция, кстати, одна из, ну, успешных операций Первой мировой войны для России. Вот, на Кавказском фронте это Сырокомышская операция. То есть, если взять 1914 год, то тут, как бы, получается два к одному. С одной стороны, у нас на Северо-Западном фронте поражение, на Юго-Западном фронте Галицийская операция, вроде как все неплохо, плюс мы громим турков на Кавказе. Чтобы поддержать, что называется, патриотический подъем, Санкт-Петербург переименовывают в Петроград, да, ну, и солдаты, это вот, кстати, такая история, да, тоже может быть, декабрь 1914 года, Западный фронт, это не у нас, это там, где Франция, у них рождественская перемирия, то есть, это когда солдаты перестают стрелять друг друга, едят куличи, не знаю, что они там на Рождество едят, пьют шнапс и, в общем, веселятся. Как будто бы войны нет. В конечном итоге, что нужно еще знать, что ставка была верховного главнокомандования у нас в Могилеве, верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, а в Западной Европе англо-французские войска одержали победу над Германией на Марне, чудо на Марне, то есть, как вы видите, с одной стороны, быстрой войны, которая бы выщелкнула англичан, французов или нас, из войны у Германии не получилось, с другой стороны, мы тоже, собственно, завязли по всем фронтам, и ничего не произошло из того, что обе стороны, да, этого конфликта задумали. Компания 1915 года, Германия и ее союзники не могут решить главную задачу, то есть, не могут быстро решить вопрос на Восточном фронте, не могут вывести Россию из войны. В Западной Европе вообще почти ничего не происходит, Германия сосредоточила почти все силы на Восточном фронте, ну и мы, соответственно, что делаем? Мы активно отступаем. Вот великое отступление, это и на Юго-Западном фронте мы, собственно, оставляем Галицию, да, мы оставляем Польшу, Прибалтику, Западную Беларусь, Западную Украину, вот. Грубо говоря, то есть, давайте еще разок, 14-й год, мы воюем с немцами и еще с турками на Кавкаде. У нас не получаются какие-то элементы, да, там, вторая, вот, вот, да, собственно, вторая армия Самсонова не может соединиться с первой армией, Самсонов застрелился, но, тем не менее, мы отвлекли немцев, англичане и французы как-то там с немцами борются и даже одерживают победу на марте. 15-й год, немцы такие, так, нам надо что-то с этими русскими делать, давайте сосредоточимся на них, поэтому 15-й год в Западной Европе, вот тут есть такая, да, строчка, на Западном фронте, на Западном фронте, без перемен. То есть, фактически, минимальная активность всех сторон, потому что немцы сосредоточили все свои силы на нашем восточном для них фронте и нас, собственно, активно двигают, а мы отступаем. Поэтому Великое Отступление так и называется. Во многом это происходило из-за того, что Россия испытывала снарядный голод, во-вторых, собственно, потому что экономика еще не перешла на военные рельсы, она перейдет только в 16-м году, конец нашего участия в войне, что называется, но, тем не менее, для того, чтобы помочь преодолеть этот снарядный голод, город-голод, возникает, собственно, зем-гор, да, комитет земского и городского союзов, промышленный комитет, который должен был, собственно, помогать снабжению армии и флоте. Для того, чтобы, это, кстати, тоже фатальная штука, для того, чтобы подстегнуть патриотический дух бойцов, да, верховным главнокомандующим, вот у нас здесь, я еще раз обращу внимание, был Николай Николаевич, а тут верховным главнокомандующим становится Николай Второй. И это тоже плохо для нас, потому что Николай Второй и так после русско-японской войны к нему было отношение достаточно такое, пошатнувшееся. А здесь произойдет обратное. Все, соответственно, неудачи, да, все неудачи русской армии будут связываться с именем Николая Второго. Ну, а в 1915 году, в 15-м году в Думе формируется антиправительственный прогрессивный блок, то есть прогрессисты, кадеты и октябристы требуют изнутри, то есть идет война, а они требуют создать правительство, которое будет отчитываться Государственной Думе. А я вам напомню, да, что первые две Государственные Думы были распущены, потому что мешали работать правительству. А Четвертая Государственная Дума, да, она наоборот требует, чтобы правительство, собственно, отчитывалось перед Государственной Думой. То есть вот это требование правительства общественного доверия говорит о том, что в России в политических кругах мощный раскол, а на фоне поражений в войне. Ну, как вы понимаете, ситуация прям неприятная. Компания 16-го года. Что в этом особенного? То есть если в 15-м году немцы давили нас, и мы уходили вглубь территорий, то в 16-м, собственно, году инициатива переходит к Антанте. В основном военные действия идут на Западном фронте. Немцы наступают на Верден, или Верден, в общем, не смогли им овладеть. И там происходит Верденская, или Верден, я просто говорю Верден, могу ошибаться, Верденская, или Верденская мясорубка, огромное кровопролитное сражение. Россия умудряется, да, в мае-июле совершить брусиловский прорыв, и если на карте... То есть тут на самом деле все очень просто. Если стрелки активно идут вглубь России, наши стрелки, значит это великое отступление, значит это 15-й год. Если вдруг на каком-то участке фронта мы видим стрелки, которые активно идут на Запад, но в одном месте, это брусиловский прорыв, это 16-й год. Поэтому карты по Первой мировой войне, на самом деле, очень легко читаются, если вы вот эти основные события просто знаете. То есть российская армия занимает Южную Галицию, но каких стратегических инициатив и результатов здесь нет, просто успех такой вот разовый. Причем в 16-м году Румыния вступает в войну на стороне Антанты и воюет на Восточном фронте вместе с нами. И к концу 1916 года примерно все устали уже от войны и начинаются братания на фронтах. Как вы знаете, в 1917 году в России будет происходить революция. И, собственно, на фоне этой революции судьба России в Первой мировой войне решится следующим образом. Ее, эту судьбу решали уже не Николай II, который, собственно, перестанет в ходе Первой революции быть императором, а товарищи коммунисты, то есть Ленин, Троцкий, Бухарин высказывали свое мнение. Например, Ленин считал, что нужно немедленно выходить, соответственно, из войны, подписывать сепаратный. Сепаратный, это значит, без остальных союзников подписать и заключить сепаратный мир с Германией. Бухарин считал, что нужно продолжать эту войну, но Троцкий, в общем, ни войны, ни мира. То есть туда-сюда лавировал. Соответственно, как развивались эти события на деле? Ноябрь 1917 года начинаются в Брест-Литовске переговоры между делегациями России и Германии, то есть заключается перемирие. В январе 1918 года Германия ставит ультиматум, выражает претензии нам на, собственно, те территории, из которых мы ушли во время Великого отступления в 2015 году. Польша, Литва, часть Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины. Троцкий говорит, что нет, тогда до свидания. Германия начинает вновь на нас, соответственно, наступать. И поэтому, соответственно, 3 марта уже 1918 года в Брест-Литовске заключается сепаратный мирный договор между Россией и Германией. Как я уже пояснил, сепаратный мир подразумевает, что Россия без других стран, которые участвовали в войне, собственно, выходит из этой самой войны. 15 марта 1918 года четвертый чрезвычайный съезд Советов этот Брестский мир ратифицировал. Старицу экстренно перенесли из Петрограда в Москву, чтобы подальше, собственно, от фронта она была. Ну и реакции, скажем так, на Брестский мир были вполне себе конкретные. Народ их не понял, что называется. Вот Амурское эхо, Астраханский вестник. Не оценили, что называется тот самый Брестский мир. Румыния фактически остается на Восточном фронте единственной страной, которая воюет с Германией, поэтому они подписывают Бухарестский мир 7 мая 1918 года. И дальше как будут развиваться события? Ну, тоже для нас достаточно грустно. Почему? Потому что Россия выходит из войны в 1918 году в моменте, когда чуть-чуть подожди, и Германия сдастся сама. Но вот большевики прям не могли терпеть, дожали, собственно, до этой ситуации. Брестский мир – это то, что заключили, соответственно, большевики сепаратно. Сепаратный. А Антанта заключила в ноябре, то есть спустя полгода фактически всего лишь. Компьенская перемирия. Как выглядел сепаратный Брестский мир? И почему на этом настаивал Ленин? Смотрите. Брест-Литовск, да? Россия не претендует на Прибалтику, выводит войска из Украины, Финляндии, выводит войска из Османской империи, от нас отторгают вот эти территории. Мы демобилизуем армию, разоружаем флот и прекращаем революционную пропаганду. Почему вот этот пункт, который я сейчас здесь выделяю, был возможен в голове большевиков? Ленин считал, что, собственно, благодаря вот этому, да, можно будет на время, как бы, решить вопросы внутри страны, а потом в самой Германии случится революция, и эти территории все равно, либо мы их вообще не отдадим, либо они к нам вернутся. То есть, как бы, не страшно, в моменте не страшно. Компьенское перемирие, как выглядело? Соответственно, 11 ноября 2018 года между Антантов, Антантой и Германией, это соглашение о прекращении военных действий. Тут президент Вудро Вильсон, да, выкакил 14 пунктов. Обратите внимание, тут США откуда-то каким-то боком появились. А откуда они здесь появились, все очень просто. США, конечно же, ну, не хотели терять ни капли влияния в Европе, да, даже в тех конфликтах, в которых они в целом не участвовали. Вот. То есть, немецкие войска выводятся из Франции, Бельгии, Люксембурга, да, Брестский и Бухарестский мир аннулируются. Это, кстати, видите, получается нам в плюс, что называется, да. Ну, и в итоге, в итоге, да, Компиенское перемирие, оно перерастает в Версальский мир. Перерастает в Версальский мир, который был подписан в июне 19-го года на Парижской конференции в Версальском дворце, в Зеркальном зале. Поэтому Версальский мир возникло. И вообще, фактически, именно Версальский мир официально завершает Первую мировую войну. То есть, это тоже надо учесть. Создается Большая Четверка, Совет Четырех, США, Великобритания, Франция и Италия. На Германию возлагают всю ответственность за ущерб, нанесенный в ходе войны. Правитель Германии, Влеген II, обвинен в преступлении против международной морали, должен предстать перед судом. Германия, естественно, возвращает Францию, Эльзас и Лотарингию, Польшу, Западную Пруссию. Гданьск – это вольный город. Германия соблюдает и обязана соблюдать независимость Австрии. Почему? Потому что, типа, в Австрии проживают немцы, и Германия хотела, как бы, кусочки территории к себе присвоить, чтобы объединить всех немцев под одним крылом. Возникает рейнская демилитаризованная зона между Германией и Францией. Почему? Она нужна была, чтобы Германия не могла напасть на Францию. То есть, возникает коридор, в который нельзя входить с оружием, что называется, и нельзя размещать там военные части. Таким образом, как бы, Европа немножко себя обезопасила. Но, как вы знаете, в 30-е годы, когда у власти будет Гитлер, немцы войдут в рейнскую демилитаризованную зону, и никто им ничего не сделает. Именно поэтому они в этом смогут, в общем, быстро выстегнуть Францию из войны. Вооруженные силы Германии, соответственно, ограничены 100-тысячной сухопутной армией, и Германия должна выплачивать репарации. Вот, Версальский мир, а затем еще переговоры в Вашингтоне, сформируют так называемую Версальско-Вашингтонскую систему. Систему, которая вообще уберет из контекста мировой политики Германию, как виновницу Первой мировой войны, ну и Россию, Советский Союз, будущее, да, как, собственно, коммунистов. И это будет одной из причин Второй мировой войны, потому что униженная Германия вот этим Версальским миром, Капьенским перемирием, тем, что огромные репарации, тем, что малюсенькая армия, тем, что отобрали Эльзас и Лотарингию, в общем, все это и нищета, репарации очень сильно давили на Германию, потому что она беднела, да, и нужно было выплачивать эти репарации. Вот, нищая Германия потом в 30-е годы, скажем так, с радостью воспрянет от идеи, что на самом деле они должны быть великим народом, а раз они великий народ, надо всех завоевать. Вот, это откликнется у людей, которые жили в унижении 20 лет. Вот такие вот пироги с этой самой Первой мировой войной. По большому счету, для ЕГЭ большего знать не нужно. Ну, то есть, разбираться во всех там деталях и особенностях нет смысла, вас просто этого не спросят. Поэтому смотрите видосик, если надо, пересмотрите, изучайте материалы Щелчка, там много всего по этим темам и, соответственно, кайфуйте. С вами был Илья Хистракторович и увидимся на стримах Щелчка.